Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Около недели назад Карачаева-Черкесия подключилась к оказанию помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Примерно тогда же в Карачаевском районе открылся пункт приема вещей и предметов первой необходимости. О том, как организована его работа и насколько активно люди участвуют в благотворительной миссии, выяснял наш корреспондент Артур Махце. Этот пункт приема гуманитарной помощи беженцам открылся в Карачаево-Черкесии одним из первых, 22 февраля. Уже на следующий день к зданию администрации Карачаевского района по улице Чкалова-1 стали подходить люди с сумками, пакетами, коробками. Неравнодушные граждане еще до объявления о сборе предметов первой необходимости изъявили желание внести свою лепту в благое дело. За считанные часы гуманитарный груз был готов к отправке. Впоследствии он был направлен в региональный пункт приема гуманитарной помощи для дальнейшей доставки в Ростовскую область в места временного пребывания жителей Донбасса. Сами люди обращаются, предлагают помощь и если предлагают, что они готовы сюда принести? Люди, да, они добровольно со своей инициативой подходят и с вопросами, что можно принести в первую очередь. Мы даем рекомендации, что это предметы первой необходимости, средства личной гиены в первую очередь, продукты питания. Как отмечают в районной администрации, в настоящее время также имеется необходимость в альбомах, книжках, игрушках для детей. Всего этого пока очень недостает. Несмотря на то, что у пункта приема есть определенный график работы, порой приходится трудиться и в выходные. Но никто из персонала не возмущается. Люди понимают важность того, чем они заняты дополнительно. Мы в выходные, когда должны были быть дома, нам позвонили, мы быстро приехали, забрали все, что привезли. И есть проходящие, которые люди, которые еще даже не знали, они спрашивали, вы что собираете. Мы сказали, гуманитарную помощь. И они тут же приносили все, что у них было под рукой даже. Приносили, сбегали даже в магазин, захватили даже морковку даже приносили. Вот так, полотенце, одеяло. Всего в Карачаевском районе открыты 15 пунктов приема гуманитарной помощи. По одному в каждом населенном пункте. По всем интересующим жителям вопросам можно обращаться по телефону, указанному на экране. Артур Мухцель, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Неугасимый огонь памяти под таким названием в средней школе имени Героя Российской Федерации Хамзата Бадахова, поселка Мара-Айагы, прошло мероприятие, посвященное окончанию месячника патриотической спортивной и оборонно-массовой работы. Также в школе открыли парту Героя России Хамзата Бадахова. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Военно-патриотический месячник объединил всех, кто предан и служит Родине. И сегодняшнее мероприятие – дань памяти тем, кто отдал свои жизни за мир и свободу, отметили организаторы. Школьники средней школы поселка Мара-Айагы продемонстрировали свои литературно-музыкальные номера. В течение всего месяца наши учащиеся принимали активное участие в различных мероприятиях, занимая призовые места. В нашей школе месяцу патриотической спортивной и оборонно-массовой работы мы придаем очень большое значение. Основной целью работы в области военно-патриотического воспитания для нас является возрождение лучших гражданских традиций и формирование у учащихся высокого патриотического сознания. В преддверии Дня защитника Отечества была торжественно открыта парта героя имени Героя Российской Федерации Хамзата Бадахова. Данный патриотический проект партии «Единая Россия» направлен на формирование у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества. Гости мероприятия подчеркнули, что сегодня каждый из них окунулся в печальные, но героические страницы истории нашей страны. Для меня всегда воин, это был примером доблести, чести и смысла существования большого государства. Ибо без воинов, без защиты государства от чизны, государство само не может существовать, особенно в наше время. Хотел выразить от имени ветеранов, афганцев, ветеранов МВД, которые служили в горячих точках, большую благодарность коллективу, детям. Яркие музыкальные номера никого не оставляли равнодушными. Школьники так чувственно и талантливо выступали, стараясь передать те трагические героические картины войны, что у многих зрителей наворачивали слезы на глазах. Каких имен нет на могильных плитах? Их всех времен оставили сыны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся в войну. Для нас очень важно помнить и брать в пример таких наших героев, как герой России Хамзат Бадахов, отмечают школьники. Мы изучаем его биографию и активно принимаем участие во многих патриотических мероприятиях. До этого я не знала о том, что он еще и ученый. Он после войны поступил в университет и стал ученым физико-математических наук. И это было для меня открытием. Месячник патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы в нашей школе прошел очень активно и интересно. Было проведено много различных мероприятий, в которых мы участвовали с большим удовольствием. В завершении мероприятия гости и школьники возложили цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны. Аль-Халип Шоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Мараелы. Вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 184 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 42 770 человек. Из них 33 988 выздоровели, 346 человек госпитализированы. С 28 февраля по 5 марта в общественной приемной партии «Единая Россия» пройдет неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения. Подробную информацию можно получить по телефону, который вы видите на своих экранах. Ну а сейчас узнаем, какой будет погода на завтра. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии ночью в горах местами небольшие осадки, дождь, мокрый снег, ночью в горах также снег, местами дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночью минус 2, плюс 3, в горах до 7 градусов мороза, а днем до плюс 11, и местами 1-6 выше нуля. Ночью на дорогах гололедится. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночью минус 1, плюс 1, а днем 7-9 градусов выше нуля. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Жители Карачао-Черкесии могут посетить уникальный передвижной музей «Поезд Победы», который прибудет на железнодорожную станцию «Черкеска-2» 2 марта. Музей включает в себя 9 выставочных вагонов. Он будет открыт для посетителей со 2 по 4 марта. Чтобы посетить экспозицию, необходимо приобрести бесплатный билет и пройти обязательную регистрацию на официальном сайте проекта поездпобеды.рф. В целях обеспечения санитарно-псимологической безопасности вход в здание железнодорожного вокзала «Черкеска» и музейную экспозицию осуществляется только в средствах индивидуальной защиты. Каждый вагон передвижного музея – уникальная история, в которой переплетены события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей. Маршрут по поезду «Победы» – это переход от одного эпизода к другому. Предвоенные годы – Великая Отечественная война. Укротительница волков живет в Карачаево-Черкесии. Одна же отказавшаяся от мегаполиса Татьяна Самбурова вместе со своими хищниками выбрала живописное место в горах и открыла питомник «Долина волков». Светлана Шаганова побывала в селе Элькуш Малокорчатского района и убедилась, что волк не такой уж и страшный зверь, и его можно приручить. Элькуш в переводе с Карачаевского – «орлиное гнездо» или «жилище орлов». Здесь высоко в горах парят гордые птицы, повелители небес. Теперь с ними только на земле соседствует тоже гордое, но независимое животное – волк. Считается, что этого дикого зверя приручить нельзя. Но невозможное – возможно. На окраине села Элькуш виднеется, можно сказать, царство волков. Кто в доме хозяин, говорят, изображение и народа. Чужака хищник чувствует. Хозяйка волков, а точнее питомника Татьяна говорит, что они рады гостям и таким образом приветствуют всех, кто сюда приезжает. На первый взгляд – хрупкая голубоглазая девушка и в окружении грозных зверей. Это не грозное животное, оно умнейшее, очень мудрое, очень справедливое, я бы сказала, даже благородное. И нам, людям, есть чему у них поучиться. Ради них Татьяна переехала из Санкт-Петербурга в горное селение. Почему именно в Карачаево-Черкесию? Да потому что отдыхала в Кисловодске. Край привлек живописной природой, а село Элькуш покорило своей красотой. От курортного города рукой подать. С территории питомника можно любоваться Кисловодском. Выбрав место, Татьяна сразу переехала сюда с тремя волками. Все они жили в питерской квартире. Животным нужен был комфорт. Я весь Петербург, всю свою столичную жизнь променяла на жизнь в этом Карачаевском селе. И ни на секунду не сожалею. Вот питерский волчак Цефар. Ему 9 лет. Разводили для пограничной службы. Как говорит Таня, обладает лучшим интеллектом. Мне кажется, вы нашли какой-то общий язык с этими животными. Ну, конечно. Конечно, это надо их любить очень сильно, чтобы научиться их понимать. Иначе никак. Получается, волк никогда не набросится на своего хозяина, да? Не совсем верно. Волк может наброситься на хозяина, если это именно хозяин. Но волк никогда не набросится на своего друга. За друга он отдаст свою жизнь. Мишель – вожак стаи. Она хоть и дама, но имеет право на такой статус. Мишель – канадский волк. Их выводят для спасательной работы. А в соседнем вольере обитает ее супруг Каспер. На вопрос, почему самка вожак стаи, Татьяна отвечает, Каспер моложе ее и поэтому ниже рангом. Да и вообще в паре самка ведущая. Он гораздо ее моложе, но все равно любовь у них случилась. И снова вой. Гости приехали. Марина Пальчаковская – друг и меценат. Привозят для волчьей стаи всегда что-то вкусненькое. На этот раз мороженое. Бытует мнение, что хищники едят только мясо. Но они как люди. В рационе есть все – фрукты, овощи, молочные продукты и, конечно, десерт. Считается, что люди боятся хищников. Оказывается, наоборот. Волкам нужно научиться не бояться человека. К своим подопечным Татьяна приближается только в одной и той же куртке. Улыбаясь, говорит, волки шкуру не меняют. В питомнике долина волков – девять хищников. Есть чистые волки и есть гибриды. Это волк, скрещенный собакой. Рядом с ними живут и хаски. У волчьей семейной пары Мишели Каспера есть потомство – два щенка. Скоро они пройдут обучение по программе поиска и спасения людей и будут успешно работать в специальных службах. В обучении Татьяне помогает группа кинологов. Хозяйка волков тоже в этом участвует, так как сама кинолог, но по профессии художник. Еще при рождении судьба была предрешена, говорит Татьяна. Когда она родилась, известный питерский художник Георгий Мороз в честь рождения дочери преподнес ее отцу подарок – картину с изображением волков. Из самого детства Татьяне очень нравились они, да еще и отец был охотником. Связь с природой была всегда. А когда Таня стала взрослой и вовсе решила держать их в квартире. Я занимаюсь любимым делом, я занимаюсь любимыми животными. И что еще могу сказать, вот когда приходят гости, наш питомник, и даже детки, когда общаются с этими животными, я вижу у людей радость. Я понимаю, что занимаюсь нужным делом. Делом, которое делает наш мир светлее, чище, лучше. Раньше на этом месте был пустырь. Вначале жила с волками в вагончике. Со временем построила дом и вольеры. Как признается Татьяна, я и строитель, и плотник, и на все руки мастер. Многое еще не доделано, но все это временно. Здесь, куда ни глянь, везде волки. Все это сделано руками Татьяны. Есть даже музей. Сейчас в нем реконструкция. Но мы все же заглянули. Здесь тоже волки, только в виде фигурок, ювелирные украшения. Изображение волка можно увидеть на монетах и денежных купюрах. Многое из этой коллекции подарено посетителями. Здесь от волка в миниатюре и до вот такой необычной фигуры, сплетенной из березовых прутьев. Работа Татьяны. Глядя на все это со стороны, задаешь себе вопрос. Как можно посвятить себя, свое время, свою жизнь этому животному, которого даже в сказках мы видим как не совсем доброго зверя. Но, как утверждает Татьяна, именно волк может стать настоящим другом. И в отличие от человека, он никогда не предаст и будет оберегать, и стоять за тебя стеной до конца. Сынала Шаганова, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Эль Куш, Малокарачаевский район. Таким был понедельник Карачаева, Черкесия. Ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова